здесь на этом объекте мы ставим ниши гардины pk5 вот так вот они выглядят новая новые профиля очень нам понравились они смотрели про них много читали у нас их раз два три палки профиля здесь он идет цельный неразрезной здесь дела длина 275 он сам 320 а в детской комнате там да там общая длина если ошибаюсь 375 вот соответственно либо вставлять обрезок с одной стороны 55 сантиметров вот либо мы так за качество решили то что мы будем центровать разрез посередине комнаты но это должно получиться более эстетично давайте детку еще покажу вот видите у нас здесь окно располагается по длинной стиле первое что делаем это ставим верхний контур верхнего маленького полотанки полос и оставлю лазер ставлю по минимальной отметки нам не в этом углу как можно выше прям самая максимальная той комнате это было практически там под потолок здесь чуть ниже опускается лучше стать как можно выше у вас уголки будут но не нужны будут такие здоровые так сейчас угольник возьму покажу значит нам надо сделать отступ в 10 сантиметров потому что здесь очень борется за расстояние но принципе это правильно значит сама гордина значит вот я делаю 9 сантиметров вот так вот 9 сантиметров то есть четко двух сторон прям будет ровно 9 миллиметров так и сам кусочек значит вот вот сюда мы будем заводить и давайте мы десятки покажу значит здесь полтора сантиметра грубо говоря видно там видно я загоражу в общем полтора сантиметра то есть вот эти полтора сантиметра и там 9 будет получаться 10 половиной сантиметров вот то есть пол сантиметра я беру как бы запах и мне работать проще пол сантиметра есть куда плотно растягивать здесь вот тоже 9 сантиметров значит что делаем дальше дальше я ровно заподлицо прям с краями видно лазер у меня вот такая вот игрушка есть 360 так и значит вот я кидаю луч таким загоражу вот он идет у нас по кругу лучше сейчас поэтому лучу я буду устанавливать уголки это будет скорее всего раз два три три будет третий уголок центральный он будет соединять для гардины 455 уголков это только с одной стороны вот значит я сейчас устанавливаю и продолжим закончили мы железом этой комнате за багетеля нижний уровень давайте посмотрим сейчас как стыкуется профиль значит все сделали в той комнате я отрезал с этим же углом проблема какая когда ты уже потом заводишь все тебе здесь гарпун нету завести кусок вот тут в качестве эксперимента я попробовал больше отрезать под большим углом с расчетом то что я гарпун сюда дальше глубже пропихну вот в принципе стыке у нас нормальные хорошие вот все на торцов очки сделаны сейчас заклеимся значит заклеиваться будем алюминиевым скотчем попробую показать как делаю значит так вот мы разводим них заводим сбоку заводим так ровненько получается так и вот здесь вот есть такой прикол это еще на конструкциях это конечно сделал не с самого угла а чуть-чуть его так то вставляю это миллиметра 2 оттуда разрезаю и вот так вот делаем то есть у вас получается то что здесь нету разрыва то есть он так вот совместно найдет и в то же время ровненько вот так я буду делать два слоя так что ты переживаю то что но мало будет то по идее на 1 хватит давайте на всякий случай больше чем два слоев лучше не засовывать иначе на углу это будет видно так а еще такой момент то что каждый следующий слой он больше предыдущего если их лепить друг на друга они дают толщину и потом наплотняет и будет видно а этот чуть больше и соответственно будет более сглаженный соответственно там третий еще слой то делаем еще побольше кусочек вот так же мы все проводим все ничего нас не мешает и также давайте по другим углом уже разрежем что тоже побольше заклеить сейчас все сейчас все заклеим будем дотягивать так забыл сказать мы еще проклеиваем этот стык двух гордин тоже максимально чтобы здесь ровно все было иначе это все будет видно на полотне таким вот образом так вот здесь я проклеивать не буду иначе будет видно алюминиевый скотч там ничего не надо ну и соответственно какие шторы повиснут от этого стык вообще по сути видно не будет так что это уже так забыли совсем процесс натяжки вот давайте сейчас траться расскажу в принципе здесь ничего сложного значит начали на холодную завели угол уже на горячую этот потом тот ну и соответственно ну так значит заводится под углом и смотрите значит там кусочек не заведенный остался вот слушайте горячий слышно чем она заводится к она заводится до щелчка она щелкает значит она завелась заводится кстати не сказать то что сложно то есть ничего такого нет так значит попробовал я по-разному гарпун обрезать здесь не очень получил здесь он чуть-чуть торчит это как бы снизу не видно это уже так для себя чтобы совсем было быть крутыми парнями а вот здесь вот получилось принципе очень даже хорошо получился хороший вариант то есть подрезали с одной стороны гарпун по длине и его даже не видно даже если что голову засунуть угол который сразу водить тоже его немножко уберу что он мне не мешался здесь я уберу именно вот таким вот образом просто иначе есть туда сюда сунешь так вот сделаем заднюю стенку гарпунастая то есть я принципе ничего не разрезал все на месте она у нас стало меньше я вот этой стене где-то вот так вот среду то есть вот такую вот часть кому так вырезал но углу меньше вот так вот это вырезал и все хорошо тут прикол такой то что надо заводить сразу двумя шпателями то есть и сюда и сюда сейчас мы растянем тоже те вот такие углы и вот так вот будем идти и заводить так и в принципе все так и будем идти никогда ничего не заводил на наш подлинном вот смотрите с одним шпатером да вот это вот она вылетает я заведу вот эту и начну вот здесь вот там что-то заводить Она, честно говоря, тоже вылетает, сейчас я их не вылету. Так, я вообще попробую. Может, она так и не вылетит. Может, зря и пройдет. Нет, она будет вылетать. А это, собственно, вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok